Добрый день дорогие друзья! Хочу сделать небольшой обзор на чайник Scarlett. Вот такая у него моделька SCK21S77. Производство в Китае. Был приобретен на площадке Ozone. Чисто визуально очень понравился, очень красивый, стильный. Колба нержавеющая сталь с покрытием под красный лак. Соответственно цифровое управление на ручке находится, как сейчас все модно. При установке на подставку, звездо-звуковые сигналы, закипел чайничек, тоже пропикал. В принципе звуковой сигнал очень удобный. Что из особенностей, что сразу бросилось в глаза? При покупке досталось из коробки, он показался невесомым, очень легким. То есть что-то можно повесить, понять по его массе. Он как игрушечный. Весит он 730 граммов, полностью собранный. Был старенький чайник, вот такой бош, служил верой и правдой. Очень долгое время, больше 4 лет. Разобранный, потек. Вот если его взвесить, он весит 980 грамм, 970. Если его собрать, он будет весить за килограмм. Поэтому чайник массивный, тяжелый, это легкий. Наверное плюс, чем минус. Все удобнее, зачем тяжести-то таскать. Показательно мощности. Заявленная мощность здесь 1800-2200 ватт. По сравнению с старым бошем, где было 2400, разницы совершенно не заметил. При заливке 1,7 литра максимально кипятит воду за 6 минут. Специально для всего. Касательно подставки, провод у нас 70 сантиметров. Установили его на площадочку. Открыли горловину. По поводу горловины. Горловина здесь замечательная, огромная. Если взять старый чайничек для сравнения, здесь намного меньше. Здесь наливать в новый скарлетт. Очень удобно. Большая, огромный диаметр. То есть, очень удобно. Единственный минус, который прямо бросается в глаза, это вот эта крышечка. У нас просто кусочек пластмасски с силиконовым уплотнителем. Причем уплотнитель не полностью кольцо. А он идет вот так вот. Соответственно, здесь у нас щель, который в чайнике. Когда чайник кипит, пар выходит не только из носика, но и еще вот отсюда. Вот такой вот минус. Это не понравилось. Управление на ручке, в принципе, удобное. Спрашивали, не нажимается ли кнопка. У меня рука не очень большая. А в принципе, если специально костяшком нажимать, можно нажать кнопочки. А так, нет, бери как хочешь, пожалуйста. Поставили на площадку. Заливаем водичку. Берем кружечку. Залили. Закрыли крышку. Нажимаем один раз на кнопочку. Кипячение. Он у нас начинает кипятить воду. Если нажать на плюс-минус, можно выбрать режим. Каждый температурному режиму, водичка у нас уже 40 градусов, он выключился. Каждому световому режиму и каждому температурному соответствует свой цвет. То есть 40 это зеленый, 70 у нас непосредственно синий, фиолетовый или розовый, 80 и 90 желтый у нас. Вот 40. Выберем зелененький. Вот. Также есть функция сохранения тепла. Мне эта функция не очень нравится. Я считаю, что она бесполезная. Где-то читал, заявлено было, что он должен сохранять тепло около двух часов. Но по факту он сохраняет ее 30 минут. То есть выбираем температурный режим и зажимаем кнопочку включения на 5 секунд. Лампочка начинает моргать. Чайник кипятится до 70 градусов. Стоит, температура опускается до 69, он заново кипятит. Может быть где-то при праздниках, при каких-то, где чайничек непосредственно стоит и ждет, что вы будете пить чай. Но его емкость не очень большая для этого. В принципе, чайник очень понравился, очень красивый, стильный. Все замечательно. Кипятит быстро. Рекомендую.